Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Созданная в Десногорске при поддержке концерна Росэнергоатом ПЦР-лаборатория планирует в январе 2021 года выйти на проектную мощность. Награждение победителей конкурсов. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3163 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 14 декабря составила более 969 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 344 миллиона. С начала года выработано более 20,7 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 2,5 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Созданная в Десногорске при поддержке концерна Росэнергоатом ПЦР лаборатория планирует в январе 2021 года выйти на проектную мощность. 10 декабря об этом сообщил Десногорсом главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации Владимир Кротов на пресс-конференции, организованной на платформе Zoom. За 3,5 месяца, я считаю, что это довольно быстрые сроки, нам удалось эту лабораторию построить, получить к тому времени все разрешительные документы, войти в российский государственный реестр лаборатории, допущенной ПЦР-исследованием, проучить персонал дистанционно и очно в Москве. И в конце октября этого года лаборатория начала работать. Первый месяц в тестовом режиме, но тем не менее за ноябрь месяц было сделано полторы тысячи анализов. На декабрь месяц объемы увеличиваются примерно до двух тысяч анализов за месяц. Как рассказал начальник МСЧ номер 135 Алексей Азаренко в 2021 году начнется модернизация медико-санитарной части. Соответствующая программа подписана Федеральным медико-биологическом агентстве Российской Федерации. Один из ее пунктов – оснащение поликлиники компьютерным томографом. Программа модернизации защищена, подписана. И самым главным ее оборудованием, самым дорогостоящим – это компьютерный томограф. Финансирование предусмотрено уже на следующий год. Поэтому как мы получаем средства, то начинаем программу процедуру закупки, поскольку помещение для компьютерного томографа у нас есть. В настоящий момент ситуация на территории муниципального образования, она у нас довольно-таки непростая, ну и как и, я думаю, на территории Смоленской области и в целом на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, мы работаем в штатном режиме, все наши предприятия работают в штатном режиме, как и учреждения. Мы уже понимаем, как бороться с этим заболеванием, какие меры безопасности необходимо соблюдать. По словам заместителя директора Департамента кадровой работы Организации труда и мотивации персонала концерна «Росэнергоатом» Андрея Овечкина, с начала пандемии на всех российских АЭС введены усиленные меры по профилактике COVID-19, позволившие выполнять все поставленные задачи и обеспечивать энергетическую безопасность в регионах присутствия. Обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников атомной станции, подрядных организаций наших жителей – это один из наших важнейших приоритетов. Все организационно-распорядительные документы концерна «Росэнергоатом», Госкорпорации «Росатом» Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции выполняются в полном объеме. 2020 год – год больших юбилеев. 75-летие Великой Победы и атомной промышленности. Сектором культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации «Смоленской АЭС» были организованы десятки праздничных акций, конкурсов, викторин, онлайн-концертов. Одними из самых масштабных проектов, завершившихся недавно, стали марафон «Энергия Победы САЭС» и видеоконкурс «Стили жизни. Атомная отрасль 5С». Победителей, а их ни много ни мало более 100 человек, 12 декабря наградили дипломами и памятными призами от профсоюза атомной станции. Большой отклик вызвала онлайн-акция «Энергия Победы». К ней присоединились не только работники атомной станции и члены их семей, но и горожане, привлеченные страничкой культура и спорт профсоюза «САЭС» ВКонтакте, а также жители других атомных городов. Участники проекта выкладывали видеоролики, в которых пели песни о войне, читали стихи, присылали свои рисунки и поделки. Все они были пронизаны гордостью за подвиги героев Великой Отечественной войны, подаривших нам мир. «Планировали мы его изначально закончить сначала 22 июня, потом 25 сентября. Но так как работы несли и несли, поэтому вот только сейчас мы закончили, приняли участие только в этом конкурсе порядка 200 человек. Возрастная категория, самый маленький наш участник, ему 4 года, а вот самый возрастной, ему 87 лет». Многие с интересом следили за работами видеоконкурса «Стиль жизни. Атомная отрасль 5С», посвященного 75-летию атомной промышленности. Его участники рассказывали о себе, своем любимом городе, Смоленской атомной станции, делились мечтами, ценностями, жизненными принципами. «Очень тяжело жюри выбирали. Вот там, понимаете, есть детские непосредственные, они пусть не такого высокого художественного исполнения, но они от души, от сердца. Есть более серьезные работы. Ну вот тут нам было достаточно тяжело выбрать. Но тем интереснее конкурс и радует, что вот в это непростое время все-таки у нас уже люди привыкли к такому общению и участников все больше и больше и больше». Онлайн-конкурсы и акции профсоюзной организации Смоленской АЭС продолжаются. Интересные мероприятия запланированы на новогодних праздниках. Подписывайтесь на страничку «Культура и спорт» профсоюза САЭС ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех событий. Участвуйте в проектах, получайте ценные призы. Госкорпорация «Русатом» представляет международную конференцию Next75 посвященную поиску ответов на глобальные вызовы, вставшие перед человечеством за последние годы. На вопросы ответят ученые, эксперты и главные популяризаторы науки со всей планеты. Специальные гости конференции – руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор госкорпорации «Русатом» Алексей Лихачев. Хотите приготовиться к будущему и не думать об эмиграции на другую планету? Не пропустите дискуссию о будущем Земли и всех нас. Смотрите трансляцию на сайте next75.com 16 декабря в 15.00. С 7 по 30 декабря в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея проходит ежегодная новогодняя выставка-ярмарка изделий ручной работы. Приглашаем всех желающих! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС, на сайте rostenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.